День веков хронограф Ведем ее мы. Я Евгений Воскресенский И я Светлана Рудская Давным-давно, еще до появления, я знал тебя, любил тебя и ждал Я выдумал тебя мое стремление, моя печаль, мой верный идеал Это строки из стихотворения для души, которые являются одним из самых проникновенных в творчестве поэта Ярослава Васильевича Смелякова Смеляков родился 8 января в 1913 году в городе Луцк в семье рабочего После окончания школы работал в типографии, участвовал в Великой Честной войне Печататься Смеляков начал с 1931 года, а через год вышли его первые сборники Работа и любовь и стихи, в которых поэт воспевал новый быт и ударный труд Его стихи, обращенные главным образом к заводской молодежи, отличались свободным использованием разговорных ритмов и интонацией, своеобразным сочетанием лирики и юмора А книги послевоенных лет напротив свидетельствуют о тяготении поэта к социально-историческому осмыслению жизни Монументальности изображения, к простоте ясности стиха Среди них назовем такие, как «Кремлевские ели», «Избранные стихи» и поэму «Строгая любовь», посвященную молодежи 20-х годов В произведениях Смелякова более позднего периода эти тенденции получили наиболее полное развитие А в них звучит тема преемственности поколений и комсомольских традиций Это видно в таких сборниках, как «Разговор о главном, вышедшем в 1959 году», «День России», за который поэт получил в 1967 году государственную премию СССР А также сборники «Товарищ комсомол», «Декабрь 1970 года» и поэма «Молодые люди» Кроме писательской деятельности Смеляков поступал еще и как переводчик Был автор публицистических и критических статей 8 января в 1921 году во Франции было объявлено, что рентген можно использовать для проверки подлинности картины Сначала полотно оценивалось по фотографии, затем непосредственно, что называется, на ощупь После чего к делу подключали рентген Хочу, кстати, заметить, что до настоящего времени для определения, например, происхождения фарфоровых произведений и их подделок приходилось сверлить предмет И многие музеи и большинство коллекционеров предпочитали отказаться от такой проверки, дабы не повредить вещь Обычный рентген, используемый для живописи, определял материалы внутри объекта Но не давал информации об изделиях из однородной субстанции В то время, как и сейчас создано устройство с усиленными рентгеновскими лучами Которые способны не только помочь определить подъемку, но и выявить, как создавались металлические или керамические изделия Не повреждая их Сегодня 8 января, вы смотрите программу День веков хронограф Сейчас об одном интересном спортивном событии этого дня 8 января, в 1958 году, в возрасте 15 лет, Роберт Фишер стал чемпионом США по США В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, в Чикаго, в семье Фишеров родился сын, которого назвали Бобби Когда мальчику было 6 лет, сестра научила его играть в шахматы А через 29 лет, в 1972 году, Роберт Джеймс Фишер выигрывал матч на первенстве мира у Бориса Спасского И стал 11-м чемпионом мира Но вернемся немного назад А в 1957 году, в возрасте 14 лет, Фишер завоевал титул чемпиона США среди юниоров А к 15 годам он стал самым молодым чемпионом США Именно в 1958 году, когда Фишеру исполнилось 15, он стал самым молодым в истории шахмат-грассмейстером Роберт постоянно находился в центре внимания, причем не только благодаря феноменальным успехам, но также и из-за своих сенсационных заявлений Он утверждал, что в школе нечему учиться Учителя глупы Нельзя, чтобы учителями работали женщины В моей школе только учитель физкультуры был не глуп Он неплохо играл в шахматы Известно и еще одно его высказывание Все, что я хочу когда-либо делать, это играть в шахматы Кроме того, Фишер обещал в максимально короткие сроки побить советских шахматистов и стать чемпионом мира Однако пройти сквозь строй советских гроссмейстерам оказалось не так-то просто 15 лет Фишер шел к цели Сегодня 8 января И в заключение нашей программы «День веков хронограф» расскажем о том, какой была погода в этот день и о народных приметах 8 января 1818 года в России, особенно в Сибири, после чрезвычайно холодного декабря, когда даже замерзала ртуть, потом погода сделалась чрезвычайно непостоянно, так как в некоторых местах вскрылись реки в январе В 1914 году в январе была неустойчивая погода в северной половине европейской территории России На юге случились оттепели 8-10 января была сильная снежная буря Как свидетельствуют записи, многие люди, застигнутые бурей, сваливались и замерзали В Германии залило водой прибрежные города, бури на Украине, в Поволжье, ураган на Черном море 8 января 1998 года стоял сильный мороз в Амурской области Температура ночью до минус 50 На юге Западной Сибири и Красноярского края минус 42-47 градусов В этот день Православная Церковь почитает память праведников Иосифа Обручника, Давида Царя и Иакова, Константина Сенатского и епископа Сардийского По народному календарю в этот же день принято обращаться с молитвой к пророку Давиду Чтобы защитил в дороге от разбойников и лютых зверей Народные приметы гласят Если этот день ясный, будет хороший урожай проса А если пасмурный, не дарод его Каша в печи румянится к снегу Синички с утра пищат, ожидая мороза ночью Галки и вороны кричат беспрерывно к снегопаду или метели Не в столь далекие времена матушка собирала вечером своих детей И учила их славить Рождество Обсыпать зерном на долгий век, на счастье, на благополучие Проще простого было в праздничный час выдать поломки пирога Побаловать детей клюквой на меду Но матушка знала, не во всяком дому каравай выпечен Да еще, чтобы всему семейству в досталь И вот ребятишки должны были заслужить угощение Всем миром ребячьим отведать поровну и сытей и сладостей При этом смотрели, кто из детей какой кусок отломит И приговаривали Отломишь немножко, будет ермошка Отломишь горбушку, будет андрюшка А отломишь от середины, быть свадьбе у тебя первого Родившиеся в этот день имеют золотые руки, им следует носить алмаз С вами была программа День веков хронограф И мы ее ведущие, я Евгений Воскресенский И я Светлана Рудская, всего самого доброго Редактор субтитров А.Семкин